РАДИО БОЛТКОМА Почему-то нет у нас звука. Станислав Анатольевич, слышите ли вы нас? Да. Ну, сейчас попытаемся мы все-таки установить связь. Вроде бы так. Ну, мы вас не слышим, по крайней мере. Сейчас попытаемся наладить звук. Да, ну, так вот бывает, когда все-таки пока нам приходится из-за всех этих пандемийных. Вот, кажется, появился звук. Станислав Анатольевич, вы нас слышите? Вроде бы все появилось, попропадало. Да, теперь все в порядке. Сегодня у нас работает аккредитационная комиссия, там тоже звук пропадал. Да. Потом появился. Наверное, перегружен. Да. Ну, самое главное, что звук появился. Мы теперь в эфире. Может быть, перед тем, как перейдем к обсуждению очень важной проблемы, вот этих поправок в закон о высшей школе, может быть, такой концептуальный вопрос. Как вы переживаете это вот время, когда обучение происходит все на удалении? С какими проблемами ваш вуз столкнулся? Я сейчас не говорю о технических проблемах или технологических. Я больше говорю с точки зрения поддержания вот этого, не знаю, уровня качества преподавания и образования. Ну, вы знаете, академия к этому была готова, потому что мы много лет, и об этом знаете и вы, и те же радиослушатели, мы рассказывали об этом, реализуют программу телемостов. Потому что у нас, кроме Риги, семь филиалов в Латвии. Это очень удобно. Фактически до нашего филиала можно добраться не далее, чем с расстояния где-то 50-60 километров. Для этого мы создали такую систему телемостов, когда еще не было ни Зума, ни Пиквупатон, которые мы используем сейчас достаточно широко, ничего другого. Это были каналы связи оптиковолоконные, которые тянулись из Риги в другие города. Поэтому для нас многое было понятно и очевидно. И преподаватели к этому были готовы. И самое главное, что во многом были готовы и студенты психологически. Они знали все плюсы и минусы. К минусам чаще всего относилось качество связи как раз, при том даже не картинки, а звуковой связи. И мы над этим много работали. Поэтому для нас это было поднятие всего на одну ступеньку, а не на высокую лестницу, на которую с трудом можно забраться. Да, если мы говорим действительно вызвавший большой резонанс не только в частных вузах, а вообще в вузах. Вот эти изменения в законе о высшей школе, которые были потом обспорены в Конституционном суде. Конституционный суд признал в значительной степени правоту и истов, которые подавали иск из ассоциаций частных вузов. Конституционный суд призвал Сейм до мая этого года внести определенные коррекции в закон. И потом вдруг неожиданно, я так понимаю, сначала была тишина, вот эти поправки появились. И Сейм уже за них проголосовал в срочном чтении. Как вы все это оцениваете? Я только, естественно, хочу добавить, что пока вот на данный момент они не вступили еще в законную силу, поскольку еще президент их не повозгласил. Ну, может быть, обо всем по порядку? В чем суть вот этих вот изменений? Ну, эти изменения имеют уже достаточно длительную историю, фактически три года. В 2018 году были внесены изменения в знаменитую теперь статью 56.3 закона о вузах, которая определяла порядок обучения на языках негосударственным в Латвийской Республике. В первую очередь на официальных языках Евросоюза это было записано. Во-вторых, и всем было понятно, что ограничения-то реально коснутся только одного языка, русского языка. А к этому моменту около 5 тысяч студентов учились либо на русском языке, а если считать билингвальным, ну, например, у нас опять-таки была программа Евролингово, по которой любой поток должен был добавляться еще другими языками, поток обучения. Если это латышский поток, в нем должно было быть до 25% обучения на английском или русском языках. И это потребности рынка труда. Если обучение шло на русском языке, значит, 25% должно было добавляться на английском или, конечно, на государственном языке. Было произведено изменение, которое фактически все это запрещало. Раньше государственные вузы просили и правительство, и министерство образования, вносили предложение в СЭИМ о том, чтобы они тоже получили такие же права, как частные вузы. Это было единственным, пожалуй, преимуществом частных вузов, что мы могли выбирать язык обучения. Это относилось и к английскому языку. Фактически все обучение, которое проходило в группах с английским языком, вообще-то было нарушением закона для государственных вузов. Потому что это было право только для частных. Но на это закрывали все глаза. И такие группы появлялись и в латвийском университете, и в техническом, безусловно, и в Страдене на начальном этапе. Вот причина, почему так нужно было сделать. Это уже другой вопрос. Речь идет о том, что... Я слышал, что у вас сегодня уже было интервью с Борисом Целевичем. Он, в частности, тоже касался этой темы. Он многое говорил. И так получилось, что я ехал в машине и частично слушал. И подумал, вот совсем ли я согласен с тем, что сказал Борис Целевич, или что он упустил. Поэтому я постараюсь рассказать или поставить вопрос в несколько другой плоско. Потому что решение Конституционного суда было достаточно четким и ясным по этому вопросу. Приостанавливается реальное действие статьи 56.3 до 1 мая 2021 года. То есть фактически давался год на это. Потому что решение Конституционного суда это 20-й год. Цель правительства должны внести изменения и представить другую редакцию статьи 56.3, которая соразмерно бы учитывала и защищала в том числе и государственный язык. Потому что это в основном было как раз официальной причиной, которую отстаивали в Конституционном суде и министерство, и приглашенные им эксперты, и комиссия Сейма. Это защита. Но проблема, во-первых, в том, что уже Конституционный суд в своем решении определил в пятой статье, что все вузы обязаны поддерживать, развивать государственный язык. И даже мой пример о том, что мы учили уже латышскому языку иногда 6 семестров, особенно 30 лет назад, когда только возникла Балтийская международная академия, на тот момент Балтийский русский институт. Из школ к нам приходили слабо знающие государственный язык. А к сегодняшнему дню эта ситуация изменилась. И вообще-то это функция для наших граждан и неграждан. Это функция школы учить языку. А вот развивать его, интегрировать иностранных студентов, рассказывать им о культуре, истории, возможностях, связанных с латышским языком, да, это может быть и функция высшего учебного заведения, университета или колледжа. Это было причиной. Но ведь произошло действительно странное. Во-первых, никто не помнил о том, что было решение Конституционного суда в 2020 году. И на некоторые вопросы, когда они задавались министру образования и науки, она отвечала, что для нас это сейчас не актуально. А вот когда осталось полтора месяца до того, когда эта статья вообще должна была перестать существовать по решению Конституционного суда, об этом все вспомнили в своими министерствах. И стали это в срочном порядке продвигать. Хотя никакой причины для срочности. А срочность означает, во-первых, два чтения, гораздо меньшее количество обсуждений, консультаций. Никто не создавал ни рабочую группу по обсуждению, как фактически рекомендовал Конституционный суд. Никто не рассматривал альтернативные предложения. И они появились уже в рамках суперсрочного обсуждения в комиссии по образованию, науке и. И некоторые из них, на наш взгляд, имели право на существование. Потому что ведь Конституционный суд решал о правах частных вузов. А фактически он приравнял все вузы к единому показателю, единой модели. Ну я даже могу вам зачитать, как один из депутатов, относящийся к Сасканю, но это не принципиально, предлагал изложить часть этой статьи. То есть частные вузы и колледжи могут осуществлять обучение на программах на иностранных языках, включая обязательное освоение государственного языка или часть обучения на государственном языке. То есть фактически то, что мы и хотели, и могли, и умели делать, и это подтверждали и предыдущие эксперты, и аккредитационные комиссии, что мы это все делаем. Но это было отвергнуто. Даже в первом или во втором чтении. Значит, тогда возникает вообще-то вопрос не только денежный, о котором сейчас в последнее время стали говорить и тот же Борис Телевич, ректор ТСИИ, что мы теряем деньги, и ассоциации частных вузов. Но мне кажется, что вопрос гораздо шире. Ведь в демократическом государстве есть четкое разделение властей. Это законодательная, исполнительная и судебная власть. И они не находятся в порядке подчинения. Что там судебная подчиняется исполнительной, исполнительная в чистом виде подчиняется законодательной. Есть, правда, еще и четвертая власть, с которой мы сейчас как раз и разговариваем. Это средства массовой информации или пресса. Четвертая власть, ну, вторая древнейшая профессия. Я напоминаю. Но здесь у нас происходит вообще-то ситуация, когда монополией стала исполнительная власть. Она формирует текст изменений в законах. Законодатель фактически штампует все это. Потому что в Латвии, и чем отличается рассмотрение, вот апреля 2021 года от 2018 года. И тогда все были за право университета в рамках автономии определять язык обучения. По запросу абитуриентов. По запросу тех, кто хочет учиться именно на этом языке. Фактически это выбор товара. И здесь диктовать нет. Мы вам не продадим этот товар, а заставим купить другой. Вряд ли это относится вообще к категориям рыночного хозяйства. И рыночной экономии. Так вот, все были за. Ведь все те, кто был заинтересован и сегодня заинтересован в специалистах, которых готовят университеты, были за. Латвия-Сдарбадевая конфедерация писала специальное письмо. Торгово-промышленная палата, это иностранные работодатели, писала письмо. Совет по высшему образованию писал, что это должно быть разрешено, потому что это есть и в соседних странах, да и не только в соседних. И в Италии, например, есть программы платные на русском языке. Есть спрос, есть предложение. Мы, ассоциация частных вузов, все это писали. Был проведен опрос жителей Латвийской республики, по-моему, фирмой Канта, которые тоже показали, что почти две трети жителей по репрезентативной выборке были за то, чтобы дать такое право, как минимум, частные вузы. Оказалось, что это право продекларировано в заключении, это не решение, а заключение Венецианской комиссии, ООНовской комиссии, то есть ЮНЕСКО. Писали нам, фактически с четкими рекомендациями, Совет Министров Европейского Союза. Мы на это всегда говорили, у нас история, у нас есть решение Конституционного суда Латвийской республики. Но здесь-то парадокс. А сейчас решение Конституционного суда не только признается, что да, оно обязательно к исполнению, а наоборот, я бы сказал, в издевательской форме принимается решение, которое ужесточает, вообще-то, требования и для иностранцев учиться, и ограничивает их. И что, на мой взгляд, самое важное, здесь поражаются в правах граждане Латвийской республики. Да, я вот такой вопрос хотел задать. То есть получается так, что само латвийское государство говорит о том, что нам не нужен экспорт образования, и если у вас есть возможность, ну, уважаемые иностранные студенты, я сейчас уже про граждан Латвии не говорю, это может быть следующий вопрос, но вот иностранные студенты, если у вас есть возможность не ехать учиться в Латвию, то этой возможностью, пожалуйста, воспользуйтесь. Ну, так по существу получается, потому что если есть возможность обучаться, в том числе и на русском языке, в Эстонии, я слышал, что и в Польше есть такая возможность, то о чем разговор? Как мы можем быть конкурентоспособными? В Латвии, например, в Латвийском университете, и не только в классе, в Латвийском университете есть немножко в Чехии, там, где есть спрос. Просто это определяется не процентами, что вот мы разрешаем только один кусочек. Есть спрос, есть обучение. Да, и что касается английского языка, вот это тоже интересно. Вот, предположим, студент Х, который приезжает из другой страны и хочет учиться на английском языке. Ему говорят, что если вы поступаете, не знаю, там, в Стокгольмскую высшую школу, то вы можете учиться полностью на английском языке. А если вы в другой частный УЗ поступаете, не знаю, в Балтийскую международную академию, и в ТСИ, то есть определенные ограничения. Но это тоже ведь дискриминация, или я не прав? Ну, вы знаете, во-первых, хотя по статистике Стокгольмская, или Ирисская экономическая школа, ирисская юридическая школа относятся к нашей группе, созданных юридическими и физическими лицами. Но вообще-то они являются реально государственными, во всяком случае, экономическая школа. Юридическая имеет одного из соцсобственников, это фонд Сороса. А экономическая, ну, практически полностью принадлежит латвийскому государству, которое передало управление ей во многом в латвийскому университету. Поэтому приводить их в пример, что они такие же, как мы, к сожалению, далеко не такие. И могу здесь отвлечься и сказать, что вот на сегодняшний день, когда нам эксперты и все остальные, кто смотрит на ситуацию в Латвии с точки зрения развития научной деятельности, говорит, а почему вы не получаете так много, как нужно было бы научных грантов, которые финансируются Европейским Союзом, то мы говорим, а есть правила кабинета министров, в которых четко записано о том, что коммерческие организации не могут участвовать. И вот здесь объединились мы и Стагунская Рижская экономическая школа, и мы, Академия, и они подали в суд, когда нам отказали финансирование научных грантов. Сейчас это находится на рассмотрении в судах, но есть параллель с языком. Суды отправили в Европейский суд запрос дать им разъяснение, вот как быть в нашей ситуации, когда мы, являясь ответственными социальными предпринимателями, думаю, что это понятно, что вузы, все социальные предпринимательства и организации не могут получать соответствующее финансирование. Вот Erasmus могут, здесь не могут, из Брюсселя могут, и у нас есть гранты иногда напрямую из Брюсселя, а через Латвию не могут. Поэтому вопрос, в чем мы заинтересованы, никто вам сегодня не скажет, что Латвия не стремится к экспорту образования. И за последние вот три года вузы Латвии проделали значительную работу по тому, чтобы открыть обучение на английском языке, в том числе и мы. Но сейчас это опять под угрозой, потому что на сегодняшний день и здесь мне, конечно, было бы услышать ответ, например, национального объединения. Почему разрешено учить в том проекте, за который проголосовал уже Сейн, и пока только не подписал еще, я тоже думаю, что подпишет президент Латвийской республики. Так вот, те, кто будет учиться на английском языке, они могут учиться по программам, которые были не просто аккредитованы, аккредитованы, а аккредитованы на хорошо и отлично, то есть на 6 лет. А латвийские граждане могут учиться и на программах, которые аккредитованы удовлетворительно, то есть у них, в принципе, все в порядке, но есть, наверное, какие-то замечания, которые они должны устранить в течение двух лет. Так что, все лучшее чужим детям. И почему за них голосовали те, кто поднимал руки или нажимал кнопки в Сейме? Тогда получается, что мы своим, своим гражданам предлагаем образование более низкого уровня, чем гражданам других стран Европейского Союза и третьих стран. Потому что в Латвии больше всего студентов, иностранцев откуда? Индия, на втором месте Узбекистан. Значит, для тех обучение должно быть гарантированно лучше, чем для наших граждан. Я считаю, что это нарушение прав граждан Латвийской Республики. Да. Вот я такой хотел задать вам вопрос. Ведь очень часто, или почти всегда, когда идут дискуссии и в Сейме, и в других стенах Министерства образования по поводу этих, в частности, языковых требований, то звучит такой стандартный ответ. Вы понимаете, хотя вузы есть и частные, которые существуют за счет собственных средств, заработанных ими, без этих бюджетных мест, допустим. Они же выдают диплом государственного образца. В принципе, такой же признаваемый в рамках этого баллонского процесса диплом, как, не знаю, Латвийский университет или университет Радыни. И значит, государство вправе выдвигать те или иные требования и условия. Вот мы и выдвигаем вот эти вот языковые требования. Вы же хотите выдавать диплом гербовый условно-государственного образца? Извольте подчиниться. Ну, во-первых, в Латвии нет дипломов государственного образца. Есть государственные дипломы Латвийской Республики. Да, ну... Ректоры, фактически подписывая дипломы, выступали от лица Латвийской Республики. Да. В этом отличие, например, от того, как это выглядит на той же Украине или в России, там государственного образца. Но они сразу не могут себе задать вопрос, значит, тогда стагонское или юридическое, юридическое, могут учить на английском языке. Без слова на государственном языке. Там нет фактически ничего, что требуется в других вузах. И выдавать государственные дипломы там это не мешает, к примеру. А те, кто учится, например, в Страдыне, которыми я восхищаюсь, что они смогли добиться того, что у них почти две с половиной тысячи студентов учатся иностранцам. В основном из Европейского Союза. Они, обучаясь на английском языке, тоже не могут получать государственный диплом или они его все-таки получают. Поэтому это политика двойных стандартов. Я уже сказал, что вот когда нужно было решение Конституционного Суда, например, по языкам в школе, по другим вопросам, связанным с языковой, культурной политикой, с поддержкой латышского языка, это было нашим первым ответом всем международным институциям. У нас свой Конституционный суд, он принял такое решение. А когда он принял то, что не нравится другим, они пошли по пути, ну, фактически, показательного игнорирования этого решения. Я не знаю, и мне странно, конечно, что пока ничего не ответил, но, наверное, они ждут и сам Конституционный суд, решения которого, вообще-то, являются обязательными. Статья 32 закона о Конституционном суде фактически окончательная. Обжалованию не подлежит и обязательно к исполнению. Но не таким же образом исполнение, когда вместо ослабления соразмерности, ужесточения, и входит целая бюрократическая процедура. Теперь вузы должны будут еще доказывать, что они могут учиться на английском языке, а студенты у них могут учиться. Пока непонятно, а как это будет с разделением тех, кто учится из Латвийской Республики и тех, которые учатся из третьих стран. Пока непонятно, а что делать с гражданами других европейских стран, которые к нам приезжают получить диплом на английском языке, и если им придется, например, столкнуться с проблемами защиты дипломов, написания различных контрольных работ на государственном языке, это вызовет тоже отторжение. И, наконец, еще одно. Репутацию можно испортить быстро, как мы ее испортили в 2018 году после изменений в законодательстве. Но за три года, ведь мы потеряли во многом рынок на Востоке, рынок обучения на русском языке, а рынок обучения на английском не настолько легок. Это уже потребовало много тысячных, если посчитать сейчасные вузы, наверное, миллионных вложений для того, чтобы переориентироваться. И это тоже одна из проблем, эти потери. Да, вот такой вопрос не могу не задать. Он, наверное, связан с таким, ну, практического рода. Вот студенты учатся в вашем вузе, допустим, и у вас, я знаю, что обширные международные связи с другими вузами, в том числе, естественно, это сложилось традиционно и с ведущими вузами России. И сейчас, за счетом вот этой пандемии, можно организовать с помощью видеоконференции, лекцию какого-то известного, не знаю, профессора, академика, ну, к примеру, на русском языке. Получается, что вы обязаны обеспечить ситхронный перевод или вообще запрещено вот эту, чтобы человек на русском языке прочитал лекцию? Ну, пока такого запрета нет. Лекции из университетов, расположенных на востоке от Латвийской республики, иногда идут и на английском языке. И если у нас группа учится на английском, то мы находим таких преподавателей, что с запада, что с востока. Потому что, если это старшее поколение преподавателей, например, в Эстонии, Литве, Польше, Чехии, как мы иногда смеемся и говорим, если это там 45 или 50 плюс, у них русский язык гораздо лучше, чем английский, у большинства. А вот если это там 30 плюс, 35 плюс, у них уже английский лучше. Но мы вообще исходим из чего? Наука, образование, во-первых, не может делиться по географическому принципу. В свое время Советский Союз там создавал социалистическую генетику, политэкономию, социализм, научный коммунизм и все остальное. И практика показала, что это не ведет к развитию науки. Поэтому сегодня, наверное, надо говорить о двух вещах. Во-первых, Латвия, и как ни странно, не так давно, в ноябре 2020 года, участвовала в римской баллонской конференции, юбилейной, которая была подписана министрами, в том числе и нашим министрам. И где речь шла о чем? Во-первых, о расширении европейского пространства высшего образования. Это 48 стран. И все требования, центры оценки качества, они есть такие же в России, например, как в Эстонии или в Латвии, или как в Германии. И они оценивают программу. В нашем законе тоже это записано. Правда, в первом предложении соответствующей статьи. А во втором говорится фактически о том, что если бы мы подали на оценку своих программ, на аккредитацию, например, в другой стране, то тогда тот центр должен действовать в соответствии со всеми требованиями Латвийской Республики, включая языковые. Ну и кто поедет, к нам приезжали, например, представители из Шотландии, где есть центр качества образования. Так вот, в Риме это все было подписано. А здесь нам говорят, что надо больше сотрудничать с западноевропейскими. Мы согласны с ними сотрудничать. Но мы считаем, что главное для университетов, и выбираем какие, это их место в мировых рейтингах. Вот в Латвии лучший наш университет, это Рижский технический университет, допустим, в рейтинге с Копуса, так называемым QS, занимает места с 601 по 650. Поэтому мы сделали анализ наших партнеров и на востоке, и на западе. Например, МГУ, мы с ними сотрудничаем по юридической линии. Они занимают 79 место в рейтинге QS 2021 года. И они, так же, как высшая школа экономики из России, занимают место с 51 по 100 по юриспруденции. Больше никого из Восточной Европы или из Центральной Европы в сотке по направлению права вообще не существует. Мы сотрудничаем на Украине с Харьковским национальным Каразинским университетом, который занимает 477 место в рейтинге QS. То есть мы идем по пути, когда сотрудничество не должно определяться политиками с университетами или странами. Что вот с той страной надо, а с той не нужно. Если мир признает лучшие университеты и не делит нигде их на то, из какой они страны, или если там издаются журналы, которые входят в базу данных с Копус или веб-авсайм, то публикация, вне зависимости от того, на каком языке она, она соответствующего уровня и качества. А попытки политизировать это просто приводят или могут привести к застою и в отношениях, и в науке. Я извиняюсь, у нас на прямой связи. Я напомню, буквально, я так понимаю, прервемся на короткую паузу. Пожалуйста, не уходите из эфира и, уважаемые радиослушатели, не переключайтесь, скоро вернемся. Продолжение следует... Радио Балткома Еще раз добрый день. Напомню, мы беседуем с членом правления Балтийской Межеводной Академии Станиславом Анатольевичем Буко. Станислав Анатольевич, вот мы прервались действительно на таком вот сотрудничестве, которое ваша Академия осуществляет активно, действительно с рейтинговыми, если так можно сказать, мировыми вузами. Вот на этой, ну, мы прервались на этой теме. Да, но, к сожалению, когда там проходит аккредитация, нам часто говорят, не пишут, но говорят, ну, вы знаете, но все-таки вам надо расширить сотрудничество с университетами Евросоюза. И мы иногда пробовали это, и у нас есть такие вузы, партнеры на хороших местах мировых рейтингов. Такие у нас есть и в той же Литве, и в Германии. Понятно, что в Польше, с которой у нас более 30 договоров о сотрудничестве, где лучшие университеты занимают примерно 300 места. Но мы не должны отказываться и от того же белорусского госуниверситета, или казахских вузов, потому что Казахстан тоже входит, как ни странно, в европейское пространство высшего образования. И там мы говорим о том, что да, мы подписываемся под всеми принципами, включая языковое, культурное многообразие, центрами которого является как раз университет. Мы подписываемся под автономию вуз. А когда мы приезжаем домой, мы принимаем совершенно другие решения. И эта бюрократизация уже является проблемой. По-моему, сегодня в предыдущем интервью вам говорили о том, что ведь дело Конституционного суда вот по частным вузам, оно стало очень необычным. Смещались сроки. Конституционный суд сделал запрос в европейский суд за разъяснениями, в том числе и относящимися к двум вопросам. К автономии вуза является ли язык обучения правом самого вуза и тех, кто хочет в нем учить. Если такое решение будет принято европейским судом, то тогда опять статья 56.3 будет нуждаться, ну я бы сказал, в радикальном изменении или вообще в вычеркивании ее из законодательных актов Латвийской Республики. Второй вопрос – это право на предпринимательскую деятельность. Потому что у меня вообще такое впечатление, что наше сегодняшнее правительство, оно антирыночное. Оно не социалистическое, безусловно, но оно антирыночное. Оно регулирует рыночное пространство. Вот с помощью языков, запретов, продолжения бюрократизации многих вопросов. За последние 10 лет ведь вузы потеряли, наверное, процентов 70 своей автономии. Поэтому, конечно, я думаю, что и другие, в том числе и государственные вузы, они тоже потеряли часть автономии. Притом, это не пошло ведь на пользу. Мы же не можем сказать, что за последние 10 лет мы так же, как вузы, например, того же, той же Литвы, продолжили движение вверх по рейтингам мировым. Нет, мы примерно на тех же местах, на которые были и 10, и 20 лет. За это время тот же Тартусский университет вошел в первые 300 университетов мира. А мы остались 600-е, 700-е, по некоторым рейтингам Латвийский университет в группе 800-е, тысячные. Это плохие места. И хотя бы один-два университета, и такая задача ставилась, да и сейчас мы только получили обзор высшего образования в условиях COVID, где как раз и говорится, что цель должна опять стоять, войти в первые 500 университетов мира. Поэтому здесь эта проблема еще, на мой взгляд, связана и с пониманием того, что есть автономия предпринимательская, есть автономия вузовская, есть автономия научная, которая тоже была подчеркнута в решениях Конституционного суда. Вот осталось понять, а как это будет оценено, решение Конституционного суда с точки зрения Европейского суда. И какие рекомендации это получит. Но Европейский суд, к сожалению, это долгое. История, да, долгое гащие. Мы ждем, а за это время мы теряем рынки, мы теряем репутацию. Представьте себя, мне очень бы хотелось, чтобы кто-то из тех, кто голосует или вносит эти предложения, поставили себя на место семьи абитуриента из какой-то страны, безразличной из какой-то. Из России, из Индии, из Узбекистана. Как они выбирают? И как они находят деньги для того, чтобы они могли поехать и помочь своему ребенку получить европейское образование? Ведь они едут за европейским дипломом в европейскую страну, которую они помнят через своих дедушек, бабушек, которые приезжали в Ригу, ходили в Домский собор, гуляли, поюрнали. Они выбирают в том числе и по исторической памяти. Значит, и вдруг оказывается, что учиться на том языке, который для них лучший вариант, они не могут. И что могут изменения произойти по принципу, вот мы даем еще там два или три года, чтобы доучились, и больше нет. Бюджетных мест нет, поддержки нет. Вот мы кормили иностранных студентов в прошлом, начиная с 20-го года, у себя бесплатно. Я сказал, давайте в своем кафе кормить тех, кто оказался здесь без поддержки, у кого дома остались без работы родители, и которым даже обед это уже какая-то помощь. И они очень доброжелательно откликнулись на такую идею. оказалось, что те, кто мусульмане, еще, когда мы начали их кормить, у них был пост, они не могли ездить днем. Значит, мы придумывали, как дать им еду в термобоксах, чтобы они могли после захода солнца хотя бы раз в день поесть нормальную пищу, которой они доверяют. Мы считаем, что это доброжелательное отношение. А вот, наверное, неделю или две назад, достаточно объективно, я считаю, что она, наверное, одна из самых объективных, мы вдруг увидели статью о том, что иностранные студенты это фактически дверь в нелегальную эмиграцию к нам. А кто нам нужен? Нам нужны люди без образования, которые здесь могут остаться или у нас, или в других странах Евросоюза, или нам нужны те, кто учился здесь в бакалавриате, в магистратуре, в докторантуре, и которые вообще-то являются лакомым кусочком, лакомым работником для многих стран, потому что их уровень образования совершенно другой. А кроме того, для того, чтобы въехать, они должны и мы вместе с ними преодолеть целый ряд бюрократических процедур. Процент отказов тоже достаточно большой, то есть их проверяют по образованию, по финансовому, и они должны подтвердить, что у них хватает денег на год на обучение. Представьте, как это сделать в условиях ковида, когда действительно во многих странах семьи и все остальные рушатся, лишаются работы, приостанавливают свою деятельность. Так вот, въезд их сюда проходит через обязательное собеседование в консульских отделах, через департамент гражданства и эмиграции. Естественно, из стран так называемой красной зоны там еще двойной контроль. И все равно мы считаем, что это словами и журналистов, и представителей разных структур, что это окно для эмиграции. Так может нам такие эмигранты и не лишние, чтобы они это делали? И может те, кто из них, кто разводит или развозил продукты во время ковида. Наши-то не очень хотят это делать. Это тоже не самое плохое, если параллельно с учебой, а мы гарантируем им такое же образование, как и нашим студентам, они могут подрабатывать. Да, может быть, такой последний вопрос в завершении. Я думаю, он будет сейчас уместен в какой-то степени, может быть, он риторический, не знаю. Но вот мы видим, что у нас был проведен, говоря с вами, премьера, капитальный ремонт финансового сектора. И теперь банки как-то напоминают, зачастую какое-то государственное учреждение, шаг влево, шаг вправо, следуют санкции. И нет такого ощущения, что и вузы, неважно, они государственные или это частный капитал, тоже становятся или их пытаются загнать в рамки какого-то государственного учреждения. Я имею в виду и вот этот жесткий контроль языковой, в том числе, и все эти бесконечные проверки, и сужение автономии вузов, о чем уже даже говорят и государственные вузы. Вот как вам кажется? Зарегулирование, бюрократическое зарегулирование. Как бы это не смешно, на самом деле, как бы не круто это было, но мы стали от банков получать тоже требования дать нам данные о так называемых ненадежных и потенциально опасных клиентах, то есть абитуриентах, которые заплатили за семестр или за год плату за обучение. Вот вам пример. Банки уже тоже загнаны в такую ситуацию, то они делают то, что оно абсолютно, на мой взгляд, противозаконно и возложено на них функции и не их функции. У нас в виде антикоррупционных разных структур там с десяток, которые должны этим заниматься. А как быть владельцем АБЛВ, которое вчера или позавчера получили бумаги из КНАБа о том, что они ничего плохого не делали, когда банк разрушен. Так что возвращаясь к вопросу, проблема в том, что позиция до основания мы разрушим, банк, вуз, какую-то часть промышленности, это проблема. Но хотелось бы увидеть, а что мы создаем. Ведь тоже это проблема. И мы видим, насколько активны, например, литовские фирмы в Латвии, которые занимают свои ниши. А мы столкнулись с тем, что к нам не приезжают из Белоруссии очень востребованные мирового уровня и мирового класса IT-фирмы. Тоже из-за языковых ограничений. Мы уже не просто стреляем себе в ногу об этом часто говорят. Я всегда говорю, что мы стреляем себе в голову и не один раз. Ведь все и гниет, и развивается как раз из головы, а не от ноги. И нам нужно все-таки понять, что правительство не должно быть отделено от народа. Я сейчас вспомнил, был такой поэт Осип Андельштам, у которого есть страшные слова, привязанные к Сталину, что мы живем под собою не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. Вот иногда у меня такое впечатление, я как латыш думаю, почему нас не слышит эта власть исполнительна. Почему такого нет у нас, как в других наших же соседних странах. Мы можем же брать положительное что-то и переносить к нам и не обжигаться каждый раз. Потому что все те три столба Латвийской Республики, о которых мы много лет говорили, теперь оказываются вообще-то либо разрушенными, либо мы строили эти основания не на том мосту и не в том месте, но с этим-то связаны десятки тысяч людей и сотни миллионов евро. Поэтому я считаю, что здесь правительство и Сейм, конечно, должен слышать свою страну, своих людей, которые его избирали или назначали. Да, спасибо большое. Ну, может быть, такая не очень позитивная, на не очень позитивной ноте мы завершаем нашу беседу. Ну что ж, это, по крайней мере, информация к размышлению, будем надеяться на лучшее. Большое спасибо. Нет, прием начинается в ВУЗе, и мы все равно будем учить. Да, кстати. У нас есть возможности и очно, и удаленно учить. И вот как-то ни странно, с понедельника мы сможем хотя бы учить в группах хоть по пять человек, там, где просто невозможно из этого обойтись. Ну, например, у дизайнеров или у психологов в лаборатории. Поэтому звоните, приходите, мы будем с вами сотрудничать. С 1 июля, да, начинается прием официальный, так я понимаю? Для выпускников этого года, а для иностранцев и для выпускников прошлый год с 15 апреля. С 15 апреля, ну вот это фактически сегодняшнего дня. Вот как мы удачно тут с вами... закончим на положительной ночи. Все-таки на положительной. Еще и дождемся решения Европейского суда. Конечно. Санецлав Бук у нас был на прямой связи и большое спасибо. На одной волне с городом радио Болтко.